здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор который я подготовила уже давно но в связи с некоторыми событиями которые нас отвлекли мне пришлось его отложить но тем не менее лучше позже чем никогда тем более грузиль аминикаева это актер который сыграл роль марата в слове пацана я уже разбирала на моем канале и мне прилетело от многих из вас за то что он интервью которое я разбирала было шутливым и реакции были тоже шутливые но на самом деле ничего нового я о нем не узнала но правда я сама глубже залезла вот только благодаря этому я что-то более глубокое о нем узнала но что касается вот его поведение на его шуточном интервью это все было один в один те же самые реакции и на его серьезном интервью поэтому не обращайте внимание на то что кто-то пытается с помощью шутки отвлечь ваше внимание вот к чему я все это говорю потому что в каждой шутке есть только доля шутки и шутка это лишь способ спрятать истинные эмоции а мы с вами читаем эти истинные эмоции по жестам потому как человек говорит что говорит и так далее поэтому внимательно наблюдайте друг за другом и давайте приступим к сегодняшнему разбору и так первый фрагмент я включаю и давайте по полюбуемся на то какой скромный у нас сегодня герой друзей каково это быть самым популярным парнем в россии прямо сейчас и конечно же он счастлив от того что признают его достижения и этому есть много обоснований как я уже упомянула что я глубже залезла в этого в его данные да ну естественно я залезла в его астрологические показатели а из показатели его совместимости женой кстати на поэтому смотрите до конца этот разбор так вот мы видим что с одной стороны он ну прям счастье счастье вот на его лице которое он пытается скрыть он поджимает подбородок а то есть он он реально счастлив от того что признают его заслуги а улыбка вниз часто встречается у людей которые улыбаясь как бы не доверяют самому себе или пространству это знаете такая степень недоверия и вы наверняка часто встречали таких людей которые улыбаются но улыбаются вниз и здесь вот ну трактуется это по-разному бывает такая улыбка она как бы оценивающая да и недоверие в сторону ну вот как кто окружает этого человека ну то есть когда человек улыбаясь не отпускает губы а естественное положение губ при улыбке идет вверх а когда человек улыбается чуть-чуть вниз то есть напряжение в губа в уголках губ сильно направляет губы в другую сторону это говорит о недоверии чему человек не доверяет самому себе реакциям на какую-то информацию либо пространству но чему-то человек не доверяет и получается такая как бы оценивающая или как бы сомневающаяся улыбка и вот здесь мы видим у этого человека такая вот сомневающаяся улыбка откуда она вот в конце в натальной карте мы это как раз увидим и так можно ли за не про меня виде кого тебе в этом статусе что к тебе такое внимание что ты такой главный краж всех девочек снг опять счастье опять смущение берет переставляет стакан ну это опять таки отступление перед этим пнул ногой то что ставит стакан это манипулятор челюсть вверх воодушевление конечно же конечно же есть такие реакции и он красавчик он это прекрасно понимает но в силу воспитания или в силу каких-то других принципов он старается этого не показывать отсюда вот такие вот противоречивые эмоции идем дальше отвести видите вот как много всего счастье смущения челюсть вверх потом пнул ногой поставил стакан мне льстит и смотрите по колену погладил гордыня конечно же гордыня и конечно же ему это льстит и пинает натягивает штанину поднимает брови удивление то есть все реакции которые у кого я и раньше вот видите штанину что я довольно таки симпатичный парень и да но они не считал он раньше что он был такой вот прям такой прям краж но тем не менее сейчас он будет это утверждать и ну господи да какая нам разница считал он себя красавчиком или не считал самое главное что действительно перед нами человек который очень сильно смущается вот что самое главное и это в его натальной карте очень четко я вам покажу как это видно а теперь следующий фрагмент а пап и дальше наблюдаем за ним уже культовый сериал возможно но я мне кажется осознаю это только когда пройдет время здесь смотрите с колена как бы стирает что-то руками в замке наклоняется придерживает колено замок из рук это ну колено как вы знаете это гордыня гордыню здесь получается он поглаживает и ну что гордыня для него естественно важно и это понятно не было бы у него гордыней он бы вряд ли пошел работать акт ну учиться на актера до работать актером потому что туда в актерскую среду идут люди крайне амбициозные для них это действительно способ показать себя свое эго это понятно и тут никто его в этом не осуждает но опять он от этого смущается и вот эти замки из рук и так далее тоже говорят о многом и опять я вам это все покажу на разборе его натальной карты вернее космограммы да видите вот как он закрывает закрывает это все ощущение я звезда я вот даже с женой разговаривал об этом мне это ощущение бывает только когда я один где-нибудь там в номере или в квартире и я послушав их поступил на татарское отделение и после четырех лет учебы на татарском отделении все равно уехал в москву поступил и собственно здесь мое желание она никуда не пропала то есть видите вот опять по колену сильно сжимает губы голова на бок полюбуйтесь на меня так что гордыня конечно же есть конечно тут не надо скажем от этого отрекаться да потому что гордыня это то что многих из нас двигает вперед и слава богу если бы не было этой гордыни ну нормальный нормальный в нормальных дозах так сказать то вряд ли кто-то из нас чего-то пытался бы достичь все были бы и так счастливы и ничего никому не надо было бы а да так вот здесь мы увидели что он очень сильно смущается своих вот этих вот качеств но давайте еще наблюдать тут еще у меня от способы избегания в данном случае нашего героя да как он избегает и каких тем он пытается избежать давайте наблюдать тебя родители мотивировали или наоборот мне не мотивировали и не запрещали мне что-либо вот например я смотрел интервью сергей санычем когда сиди в говне не чирикой не знаю отвести то-то мне льстит но я и раньше считал что я видите пинания ногой идут то что и он не приемлет он отпины вает ногой и мы знаем что тело всячески дает нам понять что я не хочу находиться с этой информации рядом я не хочу находиться с этим человеком рядом всячески либо пинание либо отталкивание локтем либо отсаживание мы что-то обязательно наблюдаем у человека который не хочет находиться рядом с какой-то ну с той информации о какой он говорит либо с тем человеком ну и так далее понятно довольно таки симпатичный парень коллагревый коллагревый который сейчас раздает интервью направо и налево то что фигачит что-то говорит сыграл прекрасно и как ты кстати к этому относишься что он там я не жжет парень многих почему-то это задевает многих бомбит по поводу этого я очень поздно узнала его интервью только после того как пошли вот эти слухи о том что коллагревый видите вот все таки при том что он показывает что ну ничего страшного коллагревый там что-то сказал и меня это не касается но мы видим что натягивает одежду немножко поглаживает себя по области колена то есть он все-таки в себя пытается прийти по поводу сказанного коллагревым но относится опять-таки с юмором но его это все-таки за дело вот так вот всех просто слил унитаз после этого я посмотрел два интервью но мне не вызвало это каких-то негативных эмоций окей он так считает это он так считает хорошо имеет право имеет право абсолютно вот я понял что я приехал домой отдохнуть но понял что в москве отдыхаю больше чем там но их тоже можно понять видите опять пинает ногой мы знаем что это принципе для того чтобы получить вот эту всю огромную медийность это ты у меня постоянно были сомнения о том что я даст вот здесь отсаживается это уже чуть больше чем пнуть ногой а отсаживаться это значит уже прям поменять позицию тела а это уже более серьезный шаг вот пнуть ногой это намного легче то есть вот здесь то что а то о чем он говорит более серьезное и более серьезный способ избегания что-то связано со вторым сезоном всех интересует конечно же будет ли второй сезон я не знаю будет ли второй сезон понятно что есть комсомольцы есть пацаны интересно как все это время жили чушпаны всю жизнь боялись всю жизнь насилия всю жизнь боятся как это потом на психике тоже отражает вот да это же это тяжело да а тут ты примыкаешь к стае у тебя возникает иллюзия да то есть вы увидели способы избегания теперь давайте все-таки затронем ту тему которую я думаю что многие поклонницы этого актера наверняка их интересует отношения с женой и все такое и поэтому для вас мои дорогие я сделала вот эти заметочки чтобы вы понимали что происходит на самом деле в жизни у в личной жизни у этого человека ну и что там за подводные камни рулят а и они всегда рулят как говорится давайте смотреть потому что у тебя уникальная ситуация тебя поклонницы ревнуют к жене поначалу конечно было непривычно на видите вина стыд нахмурился отвращение челюсть вниз опускает то есть много-много смущения по этому поводу как-то обращал на все это внимание где-то может быть расстраивалась у нее есть уверенность как в себе так и во мне поэтому она не загоняется так и вот смотрите вот здесь интересно так и во мне и здесь пошла беззащитность а вообще запястье это место которое ну по значимости второе ну по по уровню опасности а дело в том что первое по уровню опасности это шея вот эта передняя часть которую наши предки оберегали для того чтобы не быть умершленными от противника да то есть самый простой способ умертвить противника это перекусить его сонную артерию поэтому вот это место считается ну самым серьезным самым опасным да но есть еще одно место которое тоже довольно опасно это запястье здесь тоже есть вены которые ну кстати вот во время суицидальных каких-то вещей да вот люди которые хотят покончить жизнь самоубийством именно здесь перерезают вены да они не перерезают сонную артерию а вот принято именно здесь это делать почему потому что это место тоже опасно но она менее опасно все таки вот здесь еще есть возможность спасти человека и бессознательно люди именно вот это место выбирают потому что все равно бессознательно хотят оставить какое-то ну какую-то возможность что ли для собственной ну для шага назад да то есть если бы они действительно хотели вот прям полностью готовы умереть дата самое простое это вот действительно сонная артерия это вот прям без проигрыш на да ну не знаю я не медик но тем не менее по психологическим показателям да вот вот это место более опасно чем это но это тоже опасно тоже вот и кстати еще такой момент женщины когда курят например они вот так вот выставляют запястье да и вот здесь у них там сигарета и вот они вот таким образом показывают свою беззащитность вот это вот место она довольно ну как она опасно но не так опасно как это да и она демонстри больше про демонстрацию собственной беззащитности так вот и здесь получается что пошла вот эта демонстрация беззащитности да и а на каком моменте на том моменте когда он заговорил о себе то есть про жену он вроде как все понимает а про себя у него есть какие-то ну страхи что ли вот что он так вот беззащитен да он как бы нам демонстрирует что здесь я как бы стараюсь держаться да ну я кремень конечно но конечно же соблазнов очень много то есть вот понимаете по телу можно столько всякой такой информации получить когда внимательно наблюдать за собеседником поэтому внимательно наблюдайте за тем теми людьми с которыми вы общаетесь это такой кладезь информации такой такая информационная составляющая со стороны жестов что просто мама не горюй вот хотя она подвергла серьезному что да у него был серьезных хейт и и кстати может быть это по поводу этого хейта реакции я не знаю насчет чего это такая реакция но здесь прям демонстрация беззащитности идет вот можете переслушать это место несколько раз да и вот сами почувствовать откуда где вот эта беззащитность но здесь он демонстрирует беззащитность так я не знаю кажется любой другой был наверное не смогу вывести это а вот видите после беззащитности идет вот это место а это место в отличие от этого это действительно опасность а вот эта ответственность это груз ответственности да и дальше смотрите рука переходит не на беззащитность а на челюсть челюсть это наша ударная сила и получается вот такая вот интересная комбинация сначала беззащитность потом груз ответственности а потом ударная сила ну вот трактуйте вот видите желая так со стороны наблюдал думаю бедная девушка да то есть но с одной стороны вот это вот ударная сила она вот он прям провел по по грани между ударной силой и беззащитностью поэтому вот здесь вот ну можно сказать по острию ножа ходит да сейчас вот эта трактовка такая идет да поэтому конечно же очень интересно много реакций и эти реакции я вам объясню когда в конце немножечко астрологии сюда вмешаю ну потому что там действительно очень интересно было посмотреть на эту пару и мне тоже было интересно потому что действительно он красавчик действительно он привлекателен для многих девушек и ну какая какая жалость что он женат да но девчонки там все хорошо ладно я забежала вперед можете дальше не смотреть да значит следующий фрагмент так сейчас включаю по поводу поцелуя с айгуль там тоже много реакций и давайте поймем что это все значит поцелуй с айгуль со скольки дублей вы его сняли смотрите вот это фырканье пренебрежительная улыбка и скатился в вину то есть с одной стороны ну что я там не видел что чем там что там может быть интересного до улыбка и потом вина опустил голову и ну то есть получается что вот такие вот реакции идем дальше вот 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 опускает вину мы убыслить смотрите и дальше пошел закрывать вытирать рот а закрывает рот сжимается то есть вот здесь уже пошла такая это не я я не виноват я только мне это не приписывайте то есть он изо всех сил пытается вот вытереться вытереться чтобы не подумали ничего лишнего и я не знаю для кого он так старается для репутации а не а не да ну а айгуль актриса которая играла и гульда на либо для собственной репутации либо для того чтобы жена не переживала ну то есть он изо всех сил старается из этого выйти и сказать это не я это мне мне пришлось это сделать я не виноват смотрите как ну много излишне много реакции на то чтобы сделать себя непричастным не помню со второго или с третьего дубля по моему ты в курсе я сейчас они рассказывают что это ее первый поцелуй я здесь уже немножко осмелел здесь уже информация настолько приятно и что ну как бы сложно сложно говорить что это не яда когда хочется сказать что я и поэтому смотрит вверх пауза а не знал что это было и смотрите нет и эмблематическая уже на этот раз не оговорка я привыкла делать акценты на эмблематических оговорках когда человек говорит одно а качает головой другое здесь как раз идет подтверждение я не знал и видите вот так голова пошла в подтверждение его слов но смотрите при этом он доволен то есть все таки я красавчик голова к плечу здесь и я не знаю да в какой-то степени может быть он и не знал да с другой стороны это еще и демонстрация полюбуйтесь мной я ведь красавчик да то есть получается что тут такая двойная трактовка до его вот этого склонения головы на боб ну с такой довольной физиономии да тут как бы сказать что я не я лошадь не моя тут как бы не то совсем тут нет испуга тут действительно радость и а и но это естественная реакция когда мужчине говорят о том что он у девушки был первым в чем-то да то есть ему это естественно приятно невзирая на то что конечно же он любит свою жену конечно же он не хочет делать ей больно но все-таки гордость берет свое и гордость ему все равно присуще как я уже в начале сказала видите вот в конце как да при всем при том что вытирался вытирался закрывал рот и так далее но вот здесь вот вниз не смог ниш могла я ниш могла как говорится карты испытывал или те это уже все конечно я испытывал дискомфорт это всегда дискомфорт когда поцелуешься с незнакомым человеком ну с мало знакомым тебе человек а вообще вот эта часть актерства она не очень приятно видите а вот здесь вот уже эмблематическая оговорочка вот то что я говорила эмблематическое подтверждение то было здесь вот эмблематическая оговорочка не очень приятно но качает головой да приятно приятно до поджимает подбородок пауза ну как бы много много разных реакций и здесь приходится ему что называется проскакивать между струями потому что с одной стороны ведь женат с другой стороны все равно любовная линия была сыграна хорошо и для того чтобы это было сыграна хорошо нужны хоть какие-то эмоции между партнерами и они явно были да но тем не менее все таки молодец актер он прекрасный великолепный сыграл блестяще ну как по мне так вот он и коллагривы сыграли ну вот прям вау как на остальные ну не так запомнились вот вот он он даже больше чем коллагривы потому что у него ими и больше его показывали в этой роли да ну прям центральная роль у него была поэтому ну прям такой интересный актер ада теперь тоже интересный момент который хотела вам показать и вот там по невербалике очень четко видно виден ответ на вопрос давайте посмотрим тебе какой финал больше понравилось видите большая пауза и и дальше вот вина стыд вот это его улыбка вниз до сжимает рот сжимает подбородок ужимки облизывает губы голова к плечу не знаю мне понравился больше цены официально вещь ну что ты видишь и видите даже слова официальная он произнес произнес скороговоркой и голова к плечу не знаю пинает ногой то есть нет нет ему не нравится официальная версия но ему нужно это сказать в силу каких-то явно договоров насти вот как можно сразу понять что на самом деле человек думает и что он чувствует да и в отличие в отличие от того что он говорит а да но в общем на невербальном разборе тела я закругляюсь и буквально несколько слов хочу сказать по поводу его космограммы натальной карты к сожалению я не не могу поставить потому что нет времени его рождения но даже по без времени рождения мы можем понять но вопрос такой насколько он и его жена вот жена азиза бекманова а вот ее натальная космограмма извините так вот в чем же они сходятся в чем они расходятся вот пожалуйста его натальная карта и мы видим что в человеке много противоречий а какие именно противоречия а дело в том что у него марс находится в весах и это говорит о том что он нерешительный он скромный вот это вся его скромность как раз отсюда и берется вот марс в весах до в последнем знаке то есть он очень взвешенный он очень ну вот всячески он не дает себе раскрываться да и это все идет у него в оппозицию с юпитером а юпитер как раз очень активный он в овне и получается что в нем вот эти два противоречия социум требует от него активности да и как мы все знаем из он сыграл роль такого активного задиристого до пройдя прямой противоположности себя ну прям реально потому что марс у него в весах это это очень скромный человек который но он действительно перевоплощается актерская профессия как раз и дает возможность вот так вот перевоплотиться и по сути часто когда у вас натальной карте вот такие противоречия я очень рекомендую вот прям включать в себе актера потому что с помощью этого мы можем перевоплотиться и отыграть ту роль от которой мы бежим как правило вот по позициям мы выбираем какую-то одну роль и скачем на одной ноге но если мы можем включить и вот эту роль то мы раскрываем себя полностью по этой теме да и вот казалось бы вот это противоречие как правило вот эти противоречия они очень сильно бьют по нам и притягивают в нашу жизнь там всякие осуждения мы же ведь по сути когда оппозиция тогда мы выбираем допустим в данном случае марс вот быть таким скромным да мы отвергаем всякую всякую активность вот эту задиристость то что лезет лезет на рожон мы отвергаем себе это и тем самым перекрываем перечеркиваем вот эту сторону личности и в данном случае вот актерская профессия очень здорово ему помогает раскрывать его личность в полном объеме и прорабатывать вот этот негативный аспект который мог бы просто забирать его энергию по сути на он очень скромный да но ему необходимо иногда быть таким развязным парнем и вот он это сделал как раз с помощью вот такой вот роли своей но знаете самое интересное ему нужен партнер с марсом в каком-то огненном знаке вот в этом случае он тогда ну как бы за счет смелости партнера он будет на него смотрите ну его будет подталкивать в какой-то степени прорабатывать вот эту оппозицию и давайте посмотрим ее натальная карта где же у нее марс а у нее марс в во льве и мало того во льве у него целый у нее целый стеллиум планет а у него во льве находится луна луна это то где он чувствует себя комфортно и вот это как раз луна во льве и есть этот запрос на почести та самая гордыня которую мы с вами увидели ему комфортно когда все его хвалят да ему не у никому скажем не очень удобно от того что марс все-таки в весах да ему он он привык быть скромным но он так любит чтоб его хвалили чтобы все было так чтобы был повод его похвалить да вот он чувствует себя комфортно в этом случае кроме того у него и предназначение во льве то есть он должен быть лидером он должен быть впереди планеты всей а у него здесь не хватает энергии все равно потому что то та же самая луна хотя луна не факт что ну вот прям имеет вот эти оппозиции да потому что она чуть-чуть может сдвинуться я просто поставила на 1200 но он он может родиться раньше может позже на несколько часов и луна не будет иметь вот эту оппозицию например и не будет иметь этот квадрат но тем не менее луне во льве ну как-то вот не не так комфортно как например было бы в раке да но луна все-таки во льве и ему нужно его нужно хвалить его необходимо хвалить но самой энергии самих планет например во льве у него очень мало и что в этом случае а посмотрите а у его жены концентрация планет во льве то есть если даже он не до конца понимает что ему нужно да ему комфортно когда его хвалят тоже навсегда организует вот это все до чтоб его хвалили чтобы у него все было замечательно то есть у нее это место силы стеллиум планет это место силы то есть получается что она и ему вот в этом смысле очень здорово помогает она четко знает куда они идут вместе да и здесь как бы ее энергия помогает ему прорабатывать то что ему необходимо кроме того у него значит узел находится тоже во льве это его предназначение ему действительно нужно быть или актером или каким-то видным деятелем да и здесь получается что а у нее вот теперь смотрите вот у них совместная синастре а у нее меркурий прям в соединении с его предназначением о чем это говорит это говорит о том что ее голос и ее интеллект его вдохновляют она знает а она знает что он то что надо понимаете вот это соединение дает как раз вот этот симбиоз кроме того смотрите вот вообще в принципе их вот на наложенные космограммы указывают на то что у них много связей между планетами это как знаете вот когда 2 ну вот стали жить вместе да и многие вещи вдруг оказались дополняющими вот друг для друга например там у меня есть фен но потерялась насадка я приезжаю к партнеру а у партнера есть насадка на мой фен каким образом а фена у него нет вот вот примерно так понимаете и когда вот такие вот таких соединений много то здесь как раз это говорит о том что встреча все-таки их судьбоносно и это люди которым ну лучше жить вместе нежели по отдельности потому что они друг друга взаимодополняют они друг друга взаиморазвивают вот эти красные аспекты это как раз зоны роста этой пары да и самое классное что они связаны не полилит как многие часто но бывает вот когда у меня на консультации до приходят часто пары связаны полилит это значит прошлой жизни не отыграли чего-то и в этой жизни встретились для того чтобы отыграть здесь нет вот этой связи полилит здесь именно вот люди которые пришли в этот мир для того чтобы сделать жизнь друг друга лучше вот и все понимаете вот я прям очень рада за этих людей да потому что но еще интересная ситуация вот по негативным аспектам которые помните вот он много чего много реакций давал когда описывал реакции жены и здесь я конечно же понимаю что у них есть какие-то терки а есть какие-то разборки не знаю насколько это есть или были или будут но слабые места этой пары я тоже могу сейчас проговорить естественно в конструктивном ключе потому что ну у вас наверняка тоже в жизнь в жизни вот такие вот ситуации когда вы вот кто у меня допустим учится на астрологии ссылочку на это не менее обучение вы можете под видео найти так вот у вас может быть тоже вот с партнером до много разных линий и есть красные соединения и что это значит ну вот например оппозиция ей ее меркурий к его урана вот эта оппозиция это говорит о том что у них возможны споры на какой почве он слишком неуловим по урану у него слишком быстрое мышление а вообще в принципе этот уран это высшая октава меркурия да то есть меркурий он немножечко отстает по уровню развития меркурий это ближняя такая планета которая личная да это про наш интеллект про наше мышление про наш способ донесения мыслей да а уран эта планета уже более высокого уровня если это мысли то это какие-то интернет-технологии то какие-то уже новые изобретения то есть вот это уже более быстрое такое проявление меркурия да и получается раз они стоят в оппозиции то о чем это говорит это говорит о том что для меркурия уран очень интересен да он он неуловим он как знаете он как воздух но он так интересен он несет новую информацию и меркурий к этому все равно тянется хоть ты и враг но ты такой интересный с другой стороны на когда уран смотрит на меркурий он понимает что меркурий ну довольно поверхностно мыслит да он еще не дошел до этих технологий в которых уже варится уран но тем не менее получается что на фоне вот этого меркурия до уран чувствует свою значимость вдохновляется еще больше расти то есть они если они не конфликтуют они друг друга настолько классно дополняют здесь вы очень важно мудрость между людьми вообще тут еще такая история что его уран вообще в принципе в оппозиции с его узлом вот посмотрите вот это вот оппозиция да вот она и она же проигрывается получается в их паре получая но его узел соединяется с меркурием партнерши да и партнерша приходит и начинает еще больше давить на то что ну чтобы исполнять вот этот вот как говорится его долг да то есть она приходит и своим интеллектом и своими какими-то мыслями его еще наталкивает на выполнение миссии понимаете здесь вот они друг другу необходимы и то что она приходит и усиливает эту оппозицию с другой стороны она не просто усиливает она дает посыл чтобы с этой оппозиции ему работать дальше значит его противоречия она лечит через конфликт да вот вот этот да или наоборот усугубляет проблему здесь уже то но тоже опять таки все зависит от развития личностей да насколько они мудрые да они молодые но насколько они мудры для того чтобы рассмотреть вот это вот главное что что они должны друг другу дать вот эта оппозиция она очень четко их ну либо соединяет либо может разъединить потому что в какой-то момент ну вот это это же по сути противоречия это играют довольно опасная да и если кто-то из партнеров понимает что это все не просто так то он будет сражаться до последнего как говорится да значит дальше еще негативные какие моменты квадрату то уран сатурн так где у нас вот и его сатурн ее уран да вот ее уран его сатурн вот этот квадратик а значит он консерватор она революционер вот невзирая на то что он революционер вот в этой оппозиции да вот получается что она революционер в отношении его консерваторских взглядов да вот здесь могут быть размолвки но квадраты это такие размол размолвки которые очень легко решаются дальше квадрат сатурн нептун с ее стороны сатурн теперь уже и с его нептун вот пожалуйста получается что она практично он субъективен а дальше квадрат нептун белая луна вот этот квадрат так значит тайны обман двух двусмысленность могут быть в этой паре но опять таки я думаю что они это разруливают ну кстати здесь вот и были вот эти зажимы с его стороны по поводу партнерши по фильму возможно вот это вот проявление вот этого как бы квадрата до дальше но что касается синастрии хороших аспектов то здесь их больше нежели негативных но негативных мы проговорили 4 а позитивных 5 соединений даже больше тут вот эти вот толстые и когда толстая линия тут несколько планет соединенных друг с другом аспектируют на какую-то планету то есть здесь прям мощное такое соединение 5 плюсов таких неоспоримых и плюс еще соединение вот нет простите узла с меркурием да тоже очень важно да что такое я хватаюсь за эту карту в общем все всем недоброжелателям этой пары хочу сказать что расслабьтесь ребята нашли друг друга все хорошо у них будет а и вот такие связи они как правило даже если люди расстаются да вот с такими с таким большим количеством аспектов между планетами то они очень долго не могут друг друга отпустить то есть это вот такие очень крепкие связи поэтому я надеюсь что ребята не расстанутся что у них все будет хорошо и просто лишний раз говорю тем кто наблюдает за этой парой с целью как-то с личными какими-то целями пожалуйста расслабьтесь вам здесь ничего не светит даже если они расстанутся они не выйдут из жизни и друг друга вообще никогда так что в этом смысле у них все четко да вот на этой радостной ноте хочу завершить наш разбор если кстати вам интересно разобраться с вашими партнерами то пожалуйста был ком на консультацию я там рассказываю очень подробно консультация проходит в формате вот такого же видео как я сейчас сделала но именно о вас именно о вашей ситуации с четкими рекомендациями как вот с этими аспектами как их прорабатывать здесь я в силу того что ну как бы получается время ограничено я не хочу вас утомлять личной жизнью других людей но я думаю что про вашу личную жизнь нам будет намного интереснее узнать и там я более подробно все описываю прям четенько расписываю что и как надо делать особенно если вы задаете четкий вопрос вот если у вас какая-то сфера жизни и в ней надо разобраться вот с помощью натальной карты если у вас есть время место рождения мы с вами разберемся вот прям от от и до и вы будете в восторге да так что если вам надо записывайтесь на консультацию если интересно самим разбираться в этой теме вы это тоже можете сделать спокойно с помощью моего мини курса за 990 рублей под видео вы найдете ссылочку астрология называется не там не какая-то другая именно астрология так вот там вам достаточно скачать программу z9 и я прям пошагово показываю как там выстраивать все эти схемы как их трактовать и дальше с помощью гугла с помощью там других каких-то информационных возможностей которые перед вами естественно тоже есть вы разберетесь в себе точно так же как и с моей помощью единственное чуть подольше но зато вы сможете разбираться не только в себе но и в других людях поэтому как хотите любой способ вам доступен а вообще в принципе это очень интересное занятие разбираться в себе в своих людях которые вас окружают это просто знаете такая информация от которой просто бомбит от от удовольствия когда ты до чего-то докапываешься да поэтому изучайте астрологию приходите на консультацию все все для того чтобы мы с вами развивались да извините за такое отступление но я последнее время просто фанатею от этих астрологических вещей до всего того что я узнаю все больше это это бездонная дно информации бездонная бочка информации которая которая навалилась на мою голову ну в общем давайте буду закругляться спасибо за внимание пока пока люблю вас всех очень сильно